всем привет дорогие друзья сегодня самый счастливый день в моей жизни я купил наконец-таки iphone xr с выходом iphone 12 предыдущей модели заметно подешевели так вот iphone xr продается в магазине за 47000 рублей я его купил применил купон и он не обошелся в 43 тысячи купил я два дня назад только что до него дошли руки в общем был занят не было свободного времени даже записать видео iphone xr очень крутой смартфон особенно если у вас до этого была 6s или 7 тут гораздо больше экран тем более безрамочный корпус появилась челка кому-то нравится все уже к ней привыкли кому-то нет кто-то ее хейтит здесь крутая емкая батарея теперь наконец-то звук видео записывает в стерео то есть звук будет хороший так здесь отличная камера 12 мегапиксельная фронталка всего на 7 мегапикселей телефон теперь снимает 4k 60 кадров что не умел iphone 7 стереодинамики как и в айфоне 7 но здесь они должны быть громче автономность должна быть значительно лучше чем в айфоне 7 аккумулятор в этом смартфоне на 2942 миллиампер в айфоне 7 был на 1900 миллиампер на сайте apple этот айфон продается один из самых дешевых дешевле его только iphone с я он стоит 40 тысяч рублей я считаю если у вас был iphone 6s или 7 нет смысла покупать такой же маленький смартфон лучше купить что-то побольше с более емкой батареи чтобы у вас были хотя бы новые эмоции новое ощущение чтобы вы почувствовали кайф от нового айфона в общем я считаю это очень удачная покупка тем более за такую цену пытался я купить дешевле в другом магазине на зоне он был 44 500 я кидал ссылку в альдорадо хотел купить дешевле по гарантии лучше цены в альдорадо сказали что смартфон на зоне отсутствует в продаже но видимо они специально схитрили не хотели продавать дешево iphone xr почему я не купил iphone 11 он стоит на 8000 дороже много какие функции улучшили но основное отличие от iphone xr это то что там есть широкоугольная камера за широкоугольной камеры 87 8000 платить я не хотел так как у меня есть samsung с 10 и в нем есть широкоугольная камера вот так же здесь крутой айпи с экран несмотря на то что здесь разрешение такое высоко как в айфоне xxs или 11 pro зато здесь экран и ps более спокойные цвета то к чему я привык на айфоне 7 плотность пикселей точно такая что есть картинка по четкости будет такая же точно как в айфоне 7 6 6 5s пятерка в общем 326 ppi плотность пикселей вполне достаточно картинка будет нормально я постоянно слушаю подкасты смотри youtube часто бывает картинка статична так вот если у вас олед экран то дисплей может выгорать поэтому я не стал покупать iphone xs он у меня висел в корзине 15 дней я мог его купить за 39 тысяч рублей дешевле даже чем этот аппарат он был как новый то есть восстановленный от компании был тоже двухлетний гарантий как и этот смартфон но у него лет экран и есть такие недостатки еще если вы случайно разобьете экран то а лет экран в ремонте очень дорогие то есть это примерно половина стоимости смартфона здесь же экрана и ps более дешевая технология и соответственно в темное время суток глаза конечно больше устают от алет экранов а впереди как мы знаем осень еще не закончилась и зима да и часть весны тоже будет короткое световое время то есть будет постоянно темно не охота так сильно напрягать глаза в общем мне более предпочтительным айпи с пока я считаю что эта технология вполне себе годная в общем буду беречь зрение пока его не распаковывал в ближайшем видео я его распакую наберем 500 лайков хотя бы я сниму отдельную распаковку сейчас на данный момент я снимаю видео на samsung s10 и соответственно звук тоже пишется на него звук не такой как на мой основной внешний микрофон это когда я нахожусь дома так что звук будет не такой приятно качественный на данный момент я снимаю full hd 30 кадров потому что во время видеосъемки можно переключиться на широкий угол вот сейчас широкоугольная камера на samsung s10 а когда видео буду монтировать сделаю full hd 60 кадров чтобы видео было более плавно снимает samsung s10 очень круто примерно на уровне iphone 7 чем-то даже выигрывает в чем-то вступает например стабилизации так вот я думаю что в iphone xr по видеозапись будет небольшой прогресс в отличие от семерки потому что это смартфон через одно поколение как мы знаем что когда ты покупаешь смартфон следующего поколения то изменение фишек мало в этом смартфоне я думаю фишка ощутим больше по сравнению с iphone 7 так как после семерки вышла восьмерка через год а еще через год вышел iphone xr то есть спустя два года я думаю сюда действительно много добавили различных функций и это будет ощутим заметно в общем такой крутой смартфон сейчас он один из самых актуальных так как он есть на сайте apple его не убрали с продажи так что сама компания apple считает его самым актуальным в отличие даже от iphone xs iphone 11 pro и iphone x то есть эти все модели iphone xs max и iphone 11 pro max эти iphone все убрали с продажи iphone xr и 11 оставили по соотношениям цена-качество характеристик это отличный смартфон всем рекомендую к покупке еще хотел добавить что экран здесь 6 1 дюйма iphone 12 12 про выпустили форм-фактор 6 1 дюйм получается от 5 и 8 дюймов они отказались следовательно iphone x xs уже не так актуально потому что скорее всего софт будет больше делать на 6 1 дюйма в перспективе более актуальная диагональ экрана iphone 11 я не купил потому что и с 10 у меня есть широкоугольная камера в айфоне 11 широкоугольная камера с апертурой 2 и 4 то есть соответственно в темное время суток фотки получаются вели бы видео темные световой день сейчас короткий в ближайшие полгода так что в принципе широкоугольная камера конечно она очень интересная функция эта камера но пока я думаю можно обойтись без нее тем более я с собой часто ношу два смартфона samsung а здесь и есть широкоугольная камера я либо на один смартфон будет снимать либо на другой когда мне понадобится широкоугольная камера что думаете вы пишите в комментариях действительно ли этот смартфон достоин к покупке или нет насколько он крутой что вам не нравится в айфоне xr а что нравится пишите в комментариях и как правильного называть iphone xr или iphone 10r мне как-то больше нравится конечно xr но как говорят правильней называть его iphone 10r или 10r это в общем топ за свои деньги одна из лучших моих покупок я безумно рад кучи эмоций да еще хотел добавить когда я его забирал в магазине мне сказали что iphone 11 уже продается без наушников без зарядки без провода в общем успел купить со всеми аксессуарами продал я свой iphone 7 за 15 тысяч рублей плюс мне оставили аксессуары аксессуар как мы знаем наушники стоит где-то две с половиной тысячи зарядный блок и провод стоит еще две с половиной тысячи порядка четырех пяти тысяч тысячи за 3-4 на вид можно продать вот в перспективе на аксессуары будет огромный спрос на в новый iphone не кладут эти аксессуары на вторичном рынке я думаю будет продать очень легко и скорее всего даже цена взлетит тем более курс доллар вырос если у вас до этого был iphone 5s или iphone например 5 или 4s то конечно стоит купить iphone с е 2020 но если у вас был iphone 6 6 с 7 и вам конечно приелся от дизайн то лучше всего вам приобрести iphone xr либо xs если если вам очень важен у лет экран и высокая плотность пикселей но в этом смартфоне еще больше диагональ экран чем в iphone xs да на тимоле 11 11 можно будет купить этот смартфон около 40 тысяч рублей но я не стал там заказывать потому что я хотел прийти в магазин все как положено купить с чеком и на тимоле тоже я знаю дают чек но мне все-таки интереснее прийти в магазин самому все это посмотреть в общем как-то я привык покупать больше в магазинах приходишь покупаешь это смартфоны от компании сяоми я заказываю с алиэкспресс потому что они там практически вдвое дешевле а тут разница всего три тысячи я думаю что я не зря купил именно у официального дилера в магазине это один из самых актуальных смартфонов 2020 года на старте продаж этот смартфон стоил 65 тысяч рублей сейчас я считаю цена снижена на 22 тысячи рублей если его купил за 43 стоит пару лет подождать сейчас такое время осенние такая грустная погода в общем серое мрачное небо как вы видите над себя чем-то порадовать и самое время приобрести новый смартфон поменять ваш старый на новый взял я его в рассрочку но это неважно ближайшее время я за него расплачусь зато у меня будет красивый актуальный смартфон который в ближайшее время меня будет радовать и несмотря на плохую погоду я буду безумно счастлив доволен этой покупкой настроение так или иначе у меня будет отлично и всем желаю так что если хотите тоже себя порадовать берите новый iphone и он действительно вам принесет кучу счастливых моментов тот самый момент когда вы будете абсолютно счастливы когда вы купите новый смартфон и он вас будет безумно радовать так как сейчас смартфоном пользуется постоянно телефон не выпускает из рук это можно сказать ваш ближайший друг спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки впереди много видео про этот смартфон я его буду тестировать сравнивать с другими смартфонами а а а а и а а Субтитры сделал DimaTorzok